В ежедневном режиме сотрудники управляющих компаний проводят полную обработку подъездов многоквартирных домов. Дверные ручки, кнопки вызова лифтов, поручни и перила, почтовые ящики – все, к чему прикасаются жители, подвергаются тщательной дезинфекции. За качеством работ наблюдали окружные депутаты. Мы сейчас посмотрели, как проходит процедура этой обработки, убедились, что управляющие компании соблюдают все требования, как по дезинфицирующим средствам, так и по размещению информации. Помимо дезинфекции подъезда, сотрудники управляющей компании провели плановую очистку мусоропровода. Эта процедура проходит несколько раз в год. Специальный хлоросодержащий раствор заливают в клапан, через который он попадает на стенки внутренней поверхности мусоропровода. В году два раза идет обработка мусоропровода, вот вы видели, как эта система работает. Ну, если в каждых домах было бы так, было бы хорошо, в новых домах только эта система работает. Один раз весной, обычно где-то в апреле мы делаем, ну, когда уже тепло становится, чтобы не замерзала вода по шурфу, по стволу мусоропровода, и снимается грязь. В общем, и второй раз где-то осенью, когда заканчивается арбузный период, так скажем, арбузно-дынный период. Промывка проводится дезинфицирующим средством, разводится хлорка с пемалюксом, как бы моющие средства. Проводится это все для того, чтобы убрать запах, грязь. Ну, в общем, весь мусор, который сохранился за эти полгода. Качество проведения дезинфекции, наличие графика выполненных работ. Депутаты окружного совета пристально следят за соблюдением сотрудниками управляющих компаний всех норм и требований. Евгения Галяева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.